Деревья Почему нельзя спать под этим деревом? В чем его опасности секреты и как оно помогает преступникам? С вами СмартПицца и в этом выпуске мы расскажем, почему вы никогда не должны засыпать под этим деревом, а также поделимся интересными фактами об этом растении. Погнали! Дерево Боррачеро Дерево Боррачеро произрастает на севере Южной Америки, преимущественно в Колумбии. Это дерево имеет и другое название – Датура флорид понтия, что в переводе означает примерно следующее – сильное алкогольное опьянение. Боррачеро является родственником растения Смертельная тень, на котором растут опасные для жизни ягоды. Правда, в отличие от родственника, на Боррачеро ягоды не растут, зато на нем растут красивые белые и желтые цветы в виде колокольчиков, которые приятно пахнут. Но несмотря на всю свою красоту и необыкновенность, дерево Боррачеро считается одним из самых опасных в мире, а также рассматривается в качестве своеобразного символа Колумбии. Опасность Так в чем же заключается опасность этого дерева? Опасность заключается не в дереве в целом, а в его семенах. На протяжении многих лет люди использовали семена Боррачеро для приготовления препарата под названием скополамин. Местные жители раздавливали семена Боррачеро, добавляли в них отбеливатель и прочие химикаты, и в итоге получали скополамин, который оказывает наркотическое средство. На самом деле скополамин имеет и другие функции. В частности, его применяют в лечебных целях в качестве препарата. Например, его вводят пациентам для подготовки к наркозу и дают людям, страдающим от психических заболеваний и так далее. Даже астронавты НАСА ранее использовали скополамин в качестве лекарства от тошноты в космосе. Тем не менее, скополамин, произведенный в качестве наркотического средства, это настоящий ужас. В народе скополамин называют дыханием дьявола. Он считается одним из самых опасных наркотиков в мире, поскольку он способен превратить человека в зомбированного раба. Понюхав его, человек превратится в безвольное существо, которым будет очень легко манипулировать. Со стороны человек будет выглядеть совершенно нормально, но скополамин заставит его полностью потерять свободу воли. В связи с этим его нередко используют колумбийские преступники в своих корыстных целях. Они подсыпают вещество в напитки доверчивых жертв или даже распыляют его прямо на лицо. В результате они получают полноценного раба, который будет делать абсолютно все, что ему скажут. По просьбе преступника человек может опустошить свой банковский счет и добровольно отдать ему деньги, или же выполнить какое-либо другое неприятное и мерзкое поручение. Причем, поскольку внешне человек будет выглядеть совершенно нормально и адекватно, окружающим будет нелегко понять, что что-то не так. Самое ужасное во всем этом то, что после прекращения эффекта скополамина жертва не будет ничего помнить. Согласно статистическим данным, в 2012 году под действием скополамина было совершено около 1200 преступлений, хотя по неподтвержденным оценкам реальная цифра достигает 50 тысяч. Применение в прошлом Вообще, дерево Барачеро было и является важной частью истории Колумбии. Жуткий секрет семян дерева раскрыли еще древние аборигены. Местные племена пользовались этими семенами и готовили из них наркотическое средство. Применялось оно по отношению к женам скончавшихся вождей. Вдов опаивали наркотиком и спустя какое-то время принуждали к страшным вещам. Использование скополамина было замечено и в новейшей истории. В начале 20 века врачи давали женщинам скополамин вместе с морфином во время родов. Со скополамином связаны и ужасные вещи. В частности, жена известного американского врача-гомеопата Харви Криппина стала жертвой после вечеринки в своем же доме. Жизни ее лишил сам Криппин, который в тот момент находился под действием скополамина. Вдобавок, некоторые нацистские офицеры использовали скополамин во время Второй мировой войны в гестапо. Наконец, разведка Советского Союза, а также сотрудники ЦРУ использовали скополамин в качестве своеобразной сыворотки правды. Происходило это в 60-х годах прошлого века. К счастью, вскоре стали понятны последствия приема данного запрещенного вещества, и эта страшная практика оказалась под запретом. Применение в настоящем Как мы уже отмечали, в настоящее время скополамин используется в основном в лечебных целях. Его применяют в психиатрической практике в качестве успокаивающего средства, в неврологической практике для лечения паркинсонизма, в хирургической практике вместе с различными анальгетиками для подготовки к наркозу, а также в частных случаях, как противорвотный препарат. И все же, к сожалению, на севере Колумбии применение у скополамина совершенно иное. Как мы уже говорили, его используют преступники и члены разных банд в своих корыстных и криминальных целях с целью манипуляции людьми. По статистике, чаще всего инциденты происходят ночью в таких общественных местах, как бары и ночные клубы. Если говорить о девушках, то криминальные представительницы женского пола нередко выбирают себе жертву среди обеспеченных мужчин, подсыпают наркотик им в напиток и впоследствии делают с жертвой все, что хотят. В основном обдирают до нитки. Если же говорить о мужчинах, то бандиты могут использовать распространенный способ одурманивания. Они подходят к потенциальной жертве с картой, чтобы якобы узнать дорогу. На карту они предварительно насыпают пудру. Когда ничего не подозревающий человек изучает маршруты на карте и пытается помочь, преступники сдувают пудру ему в лицо и превращают его в свою марионетку. Впоследствии жертвой всячески манипулируют и в конце концов грабят и оставляют в одиночестве где-нибудь в дебрях. На следующее утро человек ничего не будет помнить. И именно это делает скополамин идеальным орудием колумбийских преступников, поскольку жертва попросту не станет обращаться в полицию, ничего не зная о том, что произошло. Преступление Для большей наглядности действия скополамина выделим два очень неприятных инцидента. Первый произошел в Колумбии с женщиной по имени Каролина. Как-то раз на остановке ее окликнул некий мужчина. Он спросил ее, как пройти в какое-то место, и Каролина решила не просто объяснить это на словах, но и проводить его в нужное место. После этого мужчина угостил Каролину соком, в который предварительно подсыпал скополамин. Ничего не подозревающая Каролина полностью потеряла контроль над собой, и преступник будто завладел ее разумом и телом. В итоге Каролина привела его домой и собрала для него все свои ценные вещи. Она отдала ему все свои сбережения, дорогую камеру, а также накопленные деньги своего парня. Вдобавок, она даже отдала ему мебель со второго этажа, которую спустила с помощью преступника. В общем, девушка делала все, что ей говорил преступник, даже не понимая этого, поскольку находилась под действием скополамина. На следующий день она пришла в себя и вспомнила отрывочные детали инцидента. Она подала заявление в полицию, но я не думаю, что дело как-то разрешилось. Другой случай произошел с Айваном Гомесом. Как гласит история, как-то раз в баре к нему подошли две девушки. Они вместе пили ром и разговаривали. Чуть позже Айван ненадолго отлучился, оставив свой напиток перед девушками. Вернувшись, он отпил немного рома, у него произошло полное помутнение разума и провал в памяти. Айван ничего не помнил после двух часов ночи, а проснулся он уже утром в местном парке, избитый и без документов. Как оказалось, преступницы украли с его банковского счета 6 миллионов песо. На сегодняшний день это чуть больше 100 тысяч рублей. Придя в банк с заявлением, он увидел на записи, как сам снимает средства с банкомата. После случившегося у Айвана начались длительные побочные эффекты. Он страдал от потери кратковременной памяти и кошмарных снов. К сожалению, ему так и не удалось восстановить в памяти события той ночи. Но есть и хорошая сторона. Айван, к счастью, остался в живых и не стал жертвой передозировки вещества. К большому сожалению, скополамин распространился и за пределы Колумбии, где его также используют различные преступники в своих целях. В частности, в 2015 году полиция арестовала троих человек за использование скополамина в Париже. Тогда преступники украли миллионы у ничего не подозревающих жертв. Итак, почему же, оказавшись в Колумбии или в другом месте на севере Южной Америки, вы ни в коем случае не должны засыпать под деревом Барачерро? На самом деле, на этот счет есть несколько версий. Согласно первой, вам просто будут сниться кошмары, а согласно другой, вы уснете навсегда. Считается, что длительный сон под Барачерро примерно равносилен употреблению скополамина. Если вы надышитесь исходящими от семян дерева парами, то получите слишком большую дозу вещества. У вас может остановиться сердце или же возникнут проблемы с дыханием. Причем это может произойти не сразу. Ученые полагают, что человек, уснувший под деревом Барачерро, вполне может проснуться, но его конец будет все ближе и ближе. Все начинается с различных симптомов, вроде расстройства зрения, жара, галлюцинаций и так далее. Впоследствии это может перерасти в психоз и расстройство поведения. В иных же случаях все заканчивается остановкой сердца. Есть и другая версия. Согласно ней, уснув под деревом Барачерро, вы уснете навсегда. Но не в том плане, что вы скончаетесь, а в плане того, что это будет что-то вроде комы. Таким образом, уснувший под Барачерро человек, возможно, будет слышать все происходящее вокруг, но фактически он будет бездыханным и беспомощным человеком, замкнутым в свое тело. Не знаю точно ли это, но рисковать я бы не стал. Как избежать печальной участи Чтобы не стать жертвой Скополамина, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, ни в коем случае не спите под деревом Барачерро. Во-вторых, если отправитесь в Колумбию, будьте всегда на чеку. К сожалению, эта страна славится своими преступниками, которые только и ждут, чтобы ободрать какого-нибудь зазевавшегося туриста. Не общайтесь с людьми на улице, особенно с теми, кто, по вашему мнению, выглядит подозрительно. Всегда следите за своими стаканами в барах и не оставляйте их без присмотра. Также не пробуйте напитки у незнакомцев. Наконец, не стоит открыто демонстрировать свои деньги, Поскольку никто не может гарантировать вашу безопасность, даже если вы будете соблюдать все меры предосторожности. Будьте бдительны и помните об этих правилах, и тогда шансы на то, что вы станете жертвой преступников, будут минимальны. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!